Здравствуйте! Федеральная таможенная служба предлагает повысить импортные пошлины на часть ингредиентов для продуктов и напитков. Среди них молочная сыворотка, пальмовое и кокосовое масло, а также концентрированный апельсиновый сок, сообщает газета «Коммерсант». Производители соков предупреждают, что мера грозит повышением цен до 13%. Кроме того, инициатива может привести к исчезновению ряда вкусов, в состав которых входит апельсиновый сырьевой компонент. Дело в том, что промышленная переработка апельсинов на территории России нерентабельна, поэтому все производители используют в качестве сырья концентрированный или замороженный сок. Ежегодно в страну завозят от 30 до 35 тысяч тонн такого концентрата из стран Евросоюза. В России могут массово закрыться так называемые магазины у дома. Это может произойти из-за предложения Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях. Если инициатива ведомства будет одобрена, то многие предприниматели не справятся с налоговой нагрузкой, считают в бизнес-сообществе. Как сообщает РБК, при переходе на новый режим потери прибыли индивидуальных предпринимателей составят от 23% до 109% в зависимости от товара оборота. Как заявили в организации «Опора России», инициатива Минфина приведет к массовому закрытию несетевых магазинов. Финансовое ведомство уже направлено письмо, в котором указано, что возможный запрет ухудшит положение предпринимателей. Пермский миллиардер Дмитрий Рыболовлев вновь попал в рейтинг Forbes. На этот раз журнал составил топ самых роскошных и экстравагантных покупок, которые совершали российские олигархи. В их числе оказался и пермский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Бизнесмен известен своей страстью к произведениям искусства и дорогой недвижимости. Так, в 2013 году он купил своей дочери Екатерине два острова Вианическом море у западного побережья Греции. Сумма сделки составила более 100 миллионов долларов. Напомню, бывший владелец Уралкалия занимает 17-ю строчку. В списке самых богатых бизнесменов России свое состояние он заработал, продав в 2010 году пакеты акций Уралкалия и Сильвенита. Его активы оцениваются в 6,8 миллиардов долларов. Предстоящим летом в ресторанах Макдональдс в Перми появятся официанты. Сервис по обслуживанию столиков планируют запустить в июле, пишет бизнес-класс. Официанты появятся во всех заведениях сети, за исключением точки в ТРК «Семья». Новая услуга предполагает, что посетитель самостоятельно делает заказ на кассе или через терминал, а после сотрудник приносит к столику заказанную еду. В России тестирование новой услуги Макдональдс начал в 2017 году. В Москве в настоящее время концепция реализована в 210 ресторанах сети из 650. До конца года Макдональдс намерен внедрит новый сервис во всех своих кафе. Торговая сеть «Лента» заинтересована в открытии гипермаркета в Мотовилихе по бульвару Гагарина. Кроме того, ритейлер считает присутствие в Пермском крае перспективным, поскольку в регионе сеть развивается неплохо. Об этом издании бизнес-класса общили в пресс-службе питерского ритейлера. Сейчас властями Перми и Пермского края продолжаются переговоры по строительству транспортной развязки. Она требуется для предотвращения пробок в этом районе. До решения вопроса с развязкой все работы на площадке магазина приостановлены. Курс доллара, установленный Центробанком, на 30 апреля составляет 64,69 рубля, курс евро – 72,20 рубля. На этом у меня все. Удачи в делах!